Огромный привет всем моим зрителям еще раз и в этом видео я хочу выполнить запрос и рассказать о том, как я разбираю в составах продуктов косметических, соответственно. Вообще, когда я прочитала этот запрос, мне он показался, мягко говоря, странноватым, потому что, в принципе, алгоритм чтения состава очень-очень прост. Берете продуктик, поворачиваете его к себе попкой, ищите этикеточку и, собственно, складываете буковки в слова и читаете. Поначалу я подумала, что сказать на эту тему, в принципе, нечего, кроме как не рассказывать о каждом продукте, ингредиенте, включенном в косметику отдельно. Но потом поняла, что есть некоторые нюансы, которые можно упомянуть и, в общем-то, которые помогают реально ориентироваться в составах косметических продуктов и разных, так скажем, фишках производителей. Во-первых, хочу отметить, что есть общепринятое правило, о котором, наверное, все знают, что в составе все продукты указаны по убывающей, так скажем, их массовой доле. То есть, чем больше данного ингредиента в данном средстве, тем ближе к началу списка он находится. Поэтому обычно, допустим, в кремиках на первом месте стоит всегда вода, то есть воды больше всего, на втором месте то, чего поменьше, ну и так далее. В конце списка обычно идут консерванты, дешевые какие-то не очень добросовестные производители, натуральные вещества тоже пихают в конец списка, так, чтобы они там, в общем-то, присутствовали, но в таких мизерных количествах, чтобы это не повлекло за собой существенные финансовые траты. Вот, поэтому начинаю я изучение состава всегда с изучения расположения того, что где, так скажем, находится, потому что заявленные хорошие вещества, которые там вот крем содержит, черную кру, там еще что-то, да, они крупными буквами указаны, но важно определить, где они, так скажем, по отношению к началу списка, потому что очень часто бывает, что в начале и в середине сплошная химозина, и в конце что-то такое более-менее натурально полезное затерялось. Я такие средства стараюсь не покупать. Особенно внимательно я изучаю первые пять ингредиентов в списке, так как, на мой взгляд, это совсем уж большая часть состава, и если вот первые пять ингредиентов ничего хорошего не содержит, да, то есть это вода и там какие-то обычные силиконы, не знаю, жирные спирты, там, в общем, еще что-то, но ни масла, ни экстрактов там нет, я обычно такое средство не приобретаю. Вот, что касается уловок производителей, так, даже не знаю, с чего начать, но давайте начну с этого. В общем-то, сейчас вам покажу, не знаю, будет ли замена, это любят делать, например, Натура Сибирика. На самом деле фирма неплохая, так, не знаю уж, насколько это будет заметно, но, в общем, скажу на словах и попытаюсь вам показать. Они очень любят указывать состав с хитростью такое, то есть на первом месте указана вода, да, но для того, чтобы это просто скучно не выглядело, это, кстати, у меня нейтральный шампунь, такой Натура Сибирика, кстати, очень неплохой шампунь, вот, так он выглядит. Очень даже неплохой нормальный шампунь, мне нравится, он очень мягкий для волос, но сам принцип хитрости здесь остается. Вот так он выглядит. В общем, в составе на первом месте указана вода, но для нескучности и такого состава, который бы цеплял глаз читателя, так как уже производители знают, что некоторые читатели стали ориентированы на изучение состава, этикеток, да, они делают очень хитро. Они указывают не просто воду, а вода с использованием и идет перечень каких-то экстрактов, причем перечень может быть реально большой. Например, вот здесь вода с органическим экстрактом цветов ромашки, экстрактом мьянки, ля-ля-ля и так далее. То есть, что это дает? Когда мы читаем состав, мы знаем, что на первом месте то, чего больше. И глаз в первую очередь цепляется не просто за воду, да, а вот экстракт ромашки, экстрактом цветов, трав. И кажется, что этих экстрактов тут тоже дико много, раз они на первом месте. Но это надо понимать, что на первом месте вода, а не эти экстракты. То есть, возможно, такое, что это некий компот, который очень сильно разведен, и просто в большом количестве воды добавлено малое количество каких-то травинок, там, не знаю, экстрактиков. И в итоге это производителю позволяет указывать общий комплект, да, вода с экстрактами на первом месте. Но это далеко не значит, что самих экстрактов здесь больше, чем последующих ингредиентов. Не знаю, сейчас попробую вам показать, как это здесь указано. В общем, вот так вот. Не знаю, что там камера разрядится, сфокусироваться ли. Ну, в общем, будет ли видно, потому что буквы реально очень маленькие. Ну, попытаюсь. Вот здесь вода. Думаю, в принципе, в магазине это тоже легко нужно отследить. Вода с экстрактами и большой перечень. То есть, нужно понимать, что это правило тоже гибкое, да, на первом месте то, чего больше. Но когда указано вот так, вода с чем-то, а еще, может быть, в кремах то же самое, то это все-таки вода, в первую очередь, на первом месте. И как бы то, что она там на основе чего-то, это, в общем-то, можно так разделить на пять, потому что непосредственно концентрация этих самых экстрактов не указана. Ее невозможно вычесть, да, так как как бы отдельные экстракты эти в списке не находятся, не видно, в чего их меньше и больше других каких. В общем, все это в кучу. Ну, думаю, все поняли. Так, следующее, что я покажу, это следующая фишка. Производитель указывает на первом месте, так скажем, активный ингредиент. Я имею в виду на внешней упаковке. Вот смотрите, как здесь, да, что тут у нас алоэ, виноград, зеленый чай. Ну, это просто то, что я нашла, как это дело, да, видно, что вот здесь вот, вот здесь указано алоэ, виноград, зеленый чай. И когда человек, не очень сведущий в составах, берет такую банку, ему кажется, вау, смотрите, тут только алоэ, виноград, зеленый чай. То есть очень часто вот эти вот ингредиенты, которые пишут крупными буквами на лицевой части упаковки, воспринимают как состав. Да, я с этим очень часто сталкиваюсь. По большому счету, но вообще по факту, это никакой не состав. Это просто выгодный производитель ингредиента, который он вынес вперед. Но это не значит, что кроме них здесь ничего нет. Более того, не значит, что этих веществ тут хоть сколько-нибудь достаточно для того, чтобы они хоть как-нибудь повлияли на вашу кожу. Поэтому всегда разворачиваем задиком, попкой, ищем состав и читаем, видим, что здесь целая куча всего. Причем куча не всегда полезна. И для того, чтобы отыскать тут что-то полезное, нужно очень долго ходить туда-сюда глазами, листать взад-вперед всякие строчки. И потом, после того, как вы перелистаете 45 химозных ингредиентов, вы увидите то, что вот это вот где-то там, в общем-то, потерялось. Если смотреть первые 5 компонентов, то результат не очень радостный. И вот эти все экстракты, которые здесь указаны, они находятся в конце списка. Ну, с середины в конец, скажем так. То есть их тут совсем мизерное количество. Но с учетом того, что это пенка для умывания, которая в первую очередь предназначена очищать кожу, это, в общем-то, не очень критично. Потому что она смывается полностью, и как бы спрос с нее особо отсутствует. Вот. Но тоже нужно это помнить, потому что очень часто бывает, именно пытаются выдать какие-то полезные штуки за полный состав. Вот. И причем у меня было даже, как его там, крем с розовым маслом, который прям-таки супер-пупер полезный. И каково же было мое удивление, когда на самом последнем месте был парфюм, и в скобках было с использованием розового масла. То есть понятно, что розовое масло вот такими огромными буквами, розовое масло, да. То есть смотришь, вау, я омоложусь срочно, обморочно, и у меня будет вообще опупено кожу. Розовое масло, это же ценнейший ингредиент. Но стоит перевернуть и почитать, и увидеть, что это розовое масло на самом последнем месте, даже после каких-то консервантов и, в общем, продуктов, которые, в принципе, в микроскопических долях добавляются. Так, следующее сейчас нащупало, что я хотела вам показать. Это еще одна фишка производителей. Смотрим сюда, с экстрактами 100% натурального там чего-то. Очень часто бывает указывают просто со 100% натуральными компонентами. Вот так вот. Или, ну да, как-то, в общем, вот так вот, да, как вот здесь указано. И непосвященный потребитель, когда смотрит, он думает, вау, 100% натуральный продукт. Да, то есть вот это, ну понятно, маркетологи на то и рассчитывают. То есть то, что там указывается, супернатурально-экологично, там еще что-то, 100% экологичные продукты. Вот. Здесь, на самом деле, человек, который это читает, он относит вот эту надпись ко всему продукту и воспринимает как характеристику покупаемой косметики. Но на самом деле, по факту, это относится не ко всему продукту, а к какому-то, возможно, одному ингредиенту, который, возможно, стоит в конце списка. Да, то есть как тут, там, с экстрактами 100% натуральных ингредиентов. Тут может быть один натуральный ингредиент, какой-нибудь, вот, в принципе, черная орхидея, да, один. Он расположен в конце списка, и вот эта надпись всего лишь относится к одному ингредиенту, а состав, в общем-то, огроменный. Да, то есть все остальное, это обычные поверхностно-активные вещества, там чего только нет. Но сам факт, что вот не нужно вестись на уловку, да, и очень часто еще формулировка такая, 100% натуральные активные ингредиенты. И, в общем, человек тоже берет, вау, натуральный продукт, 100% натуральный. И в итоге мы переворачиваем и видим, что да, в конце списка есть какой-нибудь лопух, который, конечно же, абсолютно натуральный. Он вырос где-нибудь возле трассы какой-то проходной, там, не знаю, в центре России. Конечно, он натуральный лопух, да, но это всего лишь один лопушок натуральный, 100% натуральный лопух. Кроме него еще 50 химозных средств, которым слово натуральность, в принципе, неприменимо. В общем-то, не ведитесь. Следующее, что бы я отметила, это использование такой уловки, как замена одних вредных ингредиентов другими. Да, и, в общем-то, очень часто рассчитано, что человек, не разбирающийся в составе, примет это как более безопасный продукт и сделает выбор в пользу этого продукта исключительно из-за такого маркетингового хода. Например, вот всем известные жидкости для снятия лака, вот здесь написано «без ацетона». На самом деле, очень-очень часто вот в таких надписях, ну, как пример продукта, еще куча продуктов с точно такими же фишками, здесь, допустим, вместо ацетона используется бутил ацетат. Бутил ацетат, ну, даже по названию понятно. Я, кстати, посмотрела, что у них одинаковый класс опасности с ацетоном четвертый. Они оба опасны, оба плохо влияющие там на ногти. По каким-то сведениям, может быть, он менее опасный, но это тоже очень спорно. В общем-то, да, вроде как большим буквам без ацетона, но вместо ацетона такая же фигня. Просто то же самое, только сбоку. Вот, то же самое часто относится к тому, что без использования лауреатсульфата натрия, например, пишут, и вместо него чуть ли не еще более опасный паф какой-то, либо такой же, да, ну, как я не считаю его опасным, просто сама фишка заменить одно растиражированное, вредное, как бы, чем-то другим, что вообще не менее вредно, а то и более, просто вот указав это здесь. И ничего, в принципе, суперплохого в этом нет, но это может, как бы, безосновательно повлиять на изменение вашего выбора. То, что вы выберете этот продукт вместо другого, только ориентируясь на вот эту большую надпись, что тут якобы чего-то вредного нет, хотя оно есть просто по другим названиям или его аналог. Вот, и когда вы будете разбираться в составах, у вас есть возможность, как бы, увидеть это, проявить проницательность и выбрать средства на основании каких-то реально решающих факторов, а не просто потому, что там группе маркетологов удалось схватить вас за нос и вывести на выбор нужного продукта. Вот, поэтому читайте там что-то другое, и, в общем-то, периодически интересоваться составом тоже очень полезно. Так, что еще я бы хотела рассказать, если мы заговорили о вредных продуктах, я вам парочку покажу, что тоже помогло мне какое-то достаточно поверхностное знание состава. В общем, у меня есть такие салфетки каждый день, ля-ля-ля, салфетки увлажняющие. И в составе здесь есть бронопол. Сейчас вам покажу. Бронопол собственной персоной. Где-то он, в общем, там вот расположен, бронопол. Надеюсь, вам будет видно. Суть в чем? Вообще бронопол в ряде стран защищен. И он, как уже доказано, да, но, в всяком случае, я с этой информацией сталкивалась, участвует в образовании канцерогенных веществ, которые вызывают рак. Вот, поэтому его очень-очень часто, что там очень часто, это в разных странах, в общем, по-моему, в Европе, не буду врать, но как бы такое я в интернете просматривала, он мне на слуху этот бронопол. И самое страшное, что его включают даже в детские салфетки. То есть салфетки, которыми протирают младенцев, чуть ли не пупки им, там, роднички и прочее. Вот этим бронополом, включенным в разные вещества, в общем, салфетки, увлажняющие увлажнялки, кремики и прочее. Вот, поэтому еще... Ай, блин, улетела! Мне все время так... Еще один повод, хоть как-то разбираться в составах, да, это несложно. Чтобы вычислять вот таких вредных засланников, которые там очень часто и в бюджетных продуктах, и в небюджетных, кстати, тоже включают, в общем-то, даже в детские товары. Если вы не бум-бум, то, в общем-то, вы этим пользуетесь и потом на себе все последствия ощущаете. Вот, и еще один покажу. Вот такой вот лак у меня есть тоже. Когда у меня подкопится побольше, я сделаю отдельное видео про всякие страшные продукты, в которых есть страшные компоненты. Вот здесь вот есть формальдегид, вот в этой штуке для ногтей. Да, формальдегид тоже запрещен в ряде стран, потому что, ну, это вообще фигня, которая канцерогенной вызывает рак. Я ее, кстати, не пользуюсь, мне стрёмно, потому что даже если предположить, что через ногти в организме формальдегиды не проникают, то, извините, руками мы готовим есть, да, ну, там губы красим, периодически, не знаю, можно ноготь отгрызть. Чистим зубы, умываемся, и вот эта фигня с ногтей, мне кажется, так или иначе может внутрь организма попадать, особенно с едой, когда вы там что-то почистили, дали это ребенку, съели сам, поэтому я обязательно проверяю лаки на наличие формальдегидов. Так, ну, пожалуй, про это я все рассказала. Теперь об общем принципе. Как я более-менее научилась определять составы, в общем-то, чуть в них разбираться. Достаточно для этого периодически разбирать составы. Сели хорошенько, когда у вас есть свободное время, не знаю, смотрите фильм, сели за компьютер какой-то, и в общем-то под фон, можно не обязательно прям сильно концентрироваться, по одному ингредиенту, который указан в составе, который вам непонятен, забивать в поисковик и читать там какой-нибудь бронополк в косметике, там ЕДТА в косметике и прочее, да, и когда у вас ингредиент раз на глаза попадется, два, вы прочитаете хотя бы, ну, общее представление, вреден он или полезен. Я до сих пор там не помню четко, что зачем надо, но более-менее я научилась определять масла, там силиконы, всякие спирты, кислоты, и какие-то вещества, которые нежелательно видеть в косметике, могут вызывать раздражение, там и прочее. Вот. Постепенно, как бы, это все примлекается, и вы уже просто, видя состав, вот, вы сразу же глазами выцепите что-то полезное в магазине еще перед покупкой, и какие-то ингредиенты, которые просто ничего полезного, вредного не делают, да, так скажем, проводники какие-нибудь, либо увидите просто продукт дешевый, который сделан для наполнения какого-то, есть там некая консистенция, но практически ничего хорошего она с вами не сделает, там, кроме какого-то глицерина трехкопеечного, или там силиконы тоже, которые очень поверхностное увлажнение оказывают, там прочее, то есть вы сразу сможете уже ориентироваться, но для этого в первую очередь никакое видео и там, не знаю, инструкция, слушайте меня, если четыре буковки, то все плохо, если название длинное, то все хорошо, да, только вот такое самостоятельное изучение, когда начнете потихонечку ориентироваться, и после того, когда там уясните некоторые фишки производителя, я о них постаралась рассказать сегодня, в общем-то это вам в принципе поможет, очень даже неплохо выбирать продукты и, собственно, подтверждать или опровергать свой выбор ощущением от их применения. Вот такое мы видео, всем спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, всех целую и пока!